Когда некоторые занятия были посвящены именно цифровому праву, это вызывало фурор. Мне действительно пора ознакомиться с образом мышления других специалистов. Для них право на частную жизнь даже, скорее всего, не существует. Аналоговый мир остается, никуда не исчезает. Мы все становимся все больше заключенными в область цифрового. Нужно понимать просто, что это только верхушка айсберга. Поэтому вопрос времени, как будут развиваться персональные данные. Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, его ведущая, Стасия Савельева. Сегодня у нас специальный выпуск в формате интервью с нашим практически постоянным гостем Аленой Геращенко, преподавателем Высшей школы экономики, юристом в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. Алена, добрый день! Привет! Ну, Алену вы, конечно же, уже слышали и, можно сказать, уже знаете. Но я хотела бы чуть подробнее рассказать. Алена занимается комплиенсом информационной безопасности и также является ведущим экспертом компании Privacy Advocates. А еще, насколько знаю, Алена сейчас находится в процессе подготовки к защите кандидатской диссертации, что меня, собственно, восхищает, как человек, который пытается написать такие диссертации. Тема ее работы — концепция частной жизни в эпоху цифровизации, теоретика правовые аспекты. И еще не могу не упомянуть, что Алена — выпускник нашей летней школы по управлению интернетом. Итак, нам представилась замечательная возможность обсудить с Аленой вопросы персональных данных, которые сегодня так беспокоят в связи с различными новостями вокруг этой темы. Алена, расскажи, пожалуйста, вообще про понятие вот немножечко правовой культуры, субъекта персональных данных и как такая культура влияет на улучшение системы управления данными, может быть, снижает риски информационной безопасности. Ну, мы можем начать с того, что правовая культура, простыми словами, это осведомленность субъекта права о своих правах и обязанностях крупных игроков рынка в отношении него. О правовой культуре я задумалась впервые, когда начала читать курс «Правовая грамотность» в высшей школе экономики. Курс был ориентирован в первую очередь на специалистов-неюристов, и курс охватывал обширные темы по разным юридическим отраслям, и мне действительно пора знакомиться с образом мышления других специалистов. Я читала занятия у международников, у международных отношений, и у них очень глубокое понимание в целом мира и юриспруденции, но при этом есть какой-то самобытный взгляд на эти вещи, ну, скажем, взгляд обывателя. И когда некоторые занятия были посвящены именно цифровому праву, это вызывало фурор. Ну, то есть им больше всего нравилось обсуждать вот именно проблемы в цифровом пространстве, на персональные данные. Мы просто тратили на это много часов наших занятий только потому, что им было интересно. Им было интересно даже играть в постановочный судебный процесс с участием Роскомнадзора, да, такая игровая модель, и особенно им нравилось защищать свои права как субъекты персональных данных. В этом году в Высшей школе экономики планируется курс, опять же, по правовой грамотности в цифровом виде, и очень большое число лекций будет посвящено как раз-таки защите персональных данных. И я считаю, что это важное направление, важно повышать осведомленность субъектов в этой части, потому что в цифровое пространство погружены все. Аналоговый мир остается, он никуда не исчезает, да, но с развитием цифровых платформ, разных сервисов, с развитием единой биометрической той же системы, мы все становимся все больше заключенными в область цифрового, а чем больше мы вовлекаемся, тем больше прав и обязанностей возникает в этой среде. Вот, поэтому правовая осведомленность, правовая грамотность в области защиты своих цифровых прав, и в частности, прав на защиту персональных данных, это действительно важно. Причем нужно понимать, что правовая грамотность, правовая культура должна повышаться не только у молодежи, не только у студентов, она в целом должна ориентироваться на такие слои населения, как люди пожилого возраста, как дети. Особенно сейчас важно встает тема погружения детей в эту сферу, потому что формировать основы цифровой грамотности, правовая культура в этой области нужно прям с малых лет, потому что уже с малых лет детишки берут в руки мобильные телефоны, и с ними могут связываться и мошенники, зная, что это незащищенный слой населения, что они некомпетентны в каких-то правовых вопросах. Поэтому правовая культура — это разностороннее явление, затрагивающее много-много людей. Да, я полностью согласна, на самом деле. Вот сейчас проходят мероприятия, например, у нас в УЗИ по кибергигиене, информационной безопасности для широких слоев населения, Минцифры проект этот реализует. И на самом деле я понимаю, насколько это важно. Это абсолютно сложно не согласиться. И мне вот очень понравилась на самом деле эта история с моделью судебного процесса. Вот я бы хотела только поучаствовать. Вот, к сожалению, у нас не было такого предмета, хотя я понимаю, что в техническом ВУЗе, мне кажется, предмет по правовой грамотности, цифровому праву обязательно должен быть. Ну, посмотрим, может быть, к этому еще придут наши курсы в разных ВУЗах. А вообще вот правовая культура, цифровая грамотность повышает ли доверие к оператору, например? И вообще, что сейчас происходит с точки зрения операторов и защиты персональных данных операторами в 2024 году? Тут все, как обычно, неоднозначно. Потому что, с одной стороны, когда мы знакомим субъектов права разных слоев населения с какими-то правовыми аспектами специфичными, о которых они раньше не слышали, это может вызывать недоумение, это может вызывать даже некую тревожность, потому что на них выливается столько информации о том, что нужно что-то делать в этом цифровом пространстве, что тут еще могут нарушить права. То есть очень хорошая политика государства в этом плане в части борьбы с мошенниками телефонными. И нужно понимать просто, что это только верхушка айсберга. На самом деле, социальная инженерия, она очень масштабная, а темная социальная инженерия, она вообще способна нести большие ущербы всем людям. И поэтому, в общем-то, повышение этой правовой культуры, оно важно. Отвечая на твой вопрос, повышает ли доверие к оператору? Конечно, повышает. Расскажу два кейса. Один кейс про запуск инструктажей в крупной отечественной IT-компании, где мне удалось, в общем-то, выстроить всю эту схему обучения разных людей с разных образований. Компания с разным образованием за довольно короткие сроки. В течение полугода получилось запустить эти инструктажи, чего никогда не было в компании. Инструктаж заключался в лекции, в публикации ее на цифровой платформе компании и в тестировании субъектов. Получается, что субъекты стали проходить постепенно это обучение, и действительно они просматривали эти лекции. Зачастую бывает так в компаниях, что пролистывают эти занятия, выполняют тест кое-как и ставят себе галочку. Но здесь получилось совсем не так. Тема действительно животрепещущая, и в итоге субъекты максимально хорошо выполнили тестирование, и мы отследили, что они действительно просматривали лекцию. И в этом плане к оператору выросло доверие. То есть все эти бумажки, которые предлагались субъектам на подпись, согласие на обработку персональных данных, листы ознакомления с локальными нормативными актами в этой области, в общем-то субъекты стали идти легче навстречу, все это подписывать, бумаг много, людей тоже много, и в итоге процесс встал на колеса. Это важно, потому что в некоторых компаниях эти согласия просто отказываются подписывать. Почему отказываются подписывать? Наверное, потому что в первую очередь не доверяют, скажем, своему работодателю или другой компании, владельцу цифровой платформы. Но если говорить про какие-то цифровые платформы, мы же от них можем отказаться и не использовать их. Я не даю согласия, я не пользуюсь. Хотя, в общем-то, в законодательстве защиты прав потребителей запрещено обязывать давать такое согласие, ставить в зависимость наличие услуги, предоставление услуги от наличия согласия. Но таким образом человек все равно как бы лишается возможности участвовать в этой цифровой платформе, получать вообще какие-то социальные блага. А если говорить про работодателя, то здесь все гораздо сложнее, потому что были случаи, когда субъекты отказывались давать согласие на обработку данных для получения ДМС. То есть, ну, просто они не хотели, чтобы данные о родственниках их где-то светились, чтобы их данные там о медицинских случаях тоже светились, чтобы тем более куда-то передавались. Это было абсолютно нелогично, потому что ДМС они получить хотят, а вот чтобы данные обрабатывались в этой части, они не хотят. И таких случаев очень много. И все-таки я думаю, что это упирается как раз-таки в недоверие к работодателю в этой части. Поэтому правовая культура, если ее повышать в организации, она как раз-таки может минимизировать вот эти затраты временные, человеческие на согласование разных форм документов, да и в целом сделает процессы в компании прозрачными, что главное, и доброжелательными для субъектов. Потому что обработка персональных данных все-таки ведется чаще всего в пользу субъекта. Конечно, если это не была какая-то утечка, это не про мошеннические действия, а все-таки про функционал работодателя в отношении этого человека. Поэтому, да, правовая грамотность и правовая культура высокая, она налаживает отношения между всеми субъектами правоотношений в области защиты персональных данных. Да, я так понимаю. Зная, что ты подписываешь, с какой целью этот документ берется и что он означает в цепочке взаимоотношений с работодателем, в целом в процессе какой-то там, зачем персональные данные нам нужны, какой-то будет в процессе использоваться. Да, я думаю, что все водится на понимание. Понимание — это как раз цифровая грамотность. Да, спасибо большое за комментарий. Все встало на свои места. А вот что все-таки по поводу операторов в текущем году, да, их политики, и, может быть, в ближайшее время что-то изменится, какие-то были ли новости. Я так поняла, что была реформа в 2022 году. Что-то кардинально изменилось или, на самом деле, пока еще рано об этом говорить. В 2022 году произошла действительно, ты верно говоришь, крупная реформа в области защиты персональных данных. 152-й закон был значительно модифицирован. В частности, появились ужесточенные требования к трансграничной передаче персональных данных. Появился экстерриториальный характер 152-го закона. То есть, в целом, мы стали обязывать, да, всех зарубежных операторов, приземленных где-то там за границей, также соблюдать наше законодательство. И, конечно, к операторам повысились требования в части взаимодействия с Роскомнадзором и в части взаимодействия с субъектами персональных данных. Давай тогда остановимся, наверное, на каждом из этих трех пунктов. Если говорить про трансграничную передачу данных, то здесь все сложно. Нужно уведомлять Роскомнадзор о такой передаче, причем до начала этой передачи, нужно проводить оценку соблюдения зарубежным получателям, будь то ИП какой-нибудь, да, аналог российского ИП, будь то орган власти зарубежный, будь то зарубежное юридическое лицо, не так важно, да, то есть любые получатели, которые находятся за границей. Вот в отношении них нужно проводить оценку соответствия российскому законодательству в области защиты персональных данных. Это интересное требование, потому что, по сути, нужно либо самостоятельно осуществлять эту оценку, либо перекладывать ответственность за эту оценку на зарубежного партнера. После этого нужно уведомлять Роскомнадзор, причем Роскомнадзор может изобретить эту передачу. Были такие случаи, но были они связаны, в частности, с кейсами, когда цель передачи была неясна Роскомнадзору. Ну, то есть, грубо говоря, оператор подает это уведомление и говорит, я передаю, не знаю, в Германию данные работников для цели исполнения гражданско-правовых договоров. Ну, не совсем понятна суть этой передачи, вот, когда операторы передают что-то за рубеж, им сейчас нужно действительно скрупулезно выверять каждую цель передачи, подбирать нужные слова, чтобы это было понятно органу, с какой целью это осуществляется, и только тогда начинать эту передачу. Тут, конечно, проблема с теми компаниями, у которых уже были, да, эти процессы выстроены процессы передачи за рубеж, потому что в таком случае им нужно как-то корректировать эти процессы, либо приостанавливать, если государство не обеспечивает адекватную защиту персональных данных. Здесь, конечно, все становится сложнее для таких операторов, но на практике компании подают эти уведомления, просто очень тщательно их выверяют и следят, уделяют повышенное внимание этим процессам. И, наверное, это не так плохо, учитывая то, что у нас укрепляются цифровые суверенитеты, да и в целом, переходя ко второму пункту, который мы заявили, да, экстерриториальный характер законодательства, это совсем не новая история, то есть наш законодатель никого этим не удивил, зарубежные акты, они часто содержат такие положения, тот же европейский регламент, он применяется зарубежным операторам персональных данных, если они фактически обрабатывают данные граждан Европейского Союза для таких коммерческих целей. То есть в целом государства заинтересованы в том, чтобы к их законодательству в части персданных относились с уважением, потому что все-таки персональные данные это такой информационный капитал и государственные тоже заинтересованы в том, чтобы этот капитал накапливался и приносил выгоды участникам этого рынка. Я правильно понимаю, что эта история с передачей за рубеж данных в целом очень щепетильная? Настолько ли она частая? Как будто бы у нас внутри очень много утечек или дело не только в утечках персональных данных? Утечки это отдельная тема. По ним тоже были изменения в 2022 году. Сейчас особо важных игроков рынка объектов критической информационной инфраструктуры, системообразующие предприятия. Их обязывают подключаться к системе Госсовка с целью передачи всех сведений о компьютерных инцидентах, в том числе об утечках персональных данных в органы ФСБ. И в общем-то это правильно для таких серьезных компаний. организаций. А вот если говорить про транскраничную передачу, утечки конечно возможны и даже в повышенном масштабе, поэтому тут компании ты верно говоришь очень щепетильно к этому всему подходят и стараются сократить эти процессы. Ну несколько наших заказчиков они вообще в целом прекратили процессы передачи в Германию, передачи во Францию и ограничивались Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Почему? Потому что в целом законодательство в этих республиках оно понятно нашим органам. Эти государства они развиваются в этой области и вот эту оценку соответствия законодательства ее провести легко. Да и собственно не возникает повышенных рисков утечки если передать туда данные. А вот если передать данные в какую-то неадекватную сократим это название государства страну или в недружественное государство что в общем-то такая тоже размытая концепция недружественное государство это определяет правительство кто кем нам является. но вот эти риски нужно учитывать кто друг кто враг и если государственные дружественные неадекватные то в целом утечки вполне возможны и сделать с ними на межгосударственном уровне что-то будет действительно сложно. Даже на национальном уровне расследования утечки персональных данных оно очень сложно. Во-первых нужно в короткие сроки уведомить Роскомнадзор об этой утечке или ФСБ потом еще в течение 72 часов нужно провести расследование всестороннее и тоже предоставить отчет об этом расследовании в органы и компании зачастую просто не успевают и более того даже на уровне договорных отношений между компаниями стали возникать ужасные споры по поводу того как они могут содействовать друг другу в этих расследованиях. Самые частые протоколы разногласий по утечкам они содержат в себе жалобы контрагентов а давайте мы увеличим время с 48 часов до 50 а давайте значит не в течение трех дней будем проводить расследование а в течение 12 дней будем проводить это расследование то есть компании понимают что расследование может быть очень сложное потому что добавляется технический элемент добавляются какие-то человеческие факторы там где утечки там преимущественно виноват человеческий фактор не столько техника сколько недовольство работников или может быть какие-то неоправданные финансовые ожидания вот и расследовать это дело нужно всесторонне мобилизовать трудовые ресурсы этой компании поэтому даже на национальном уровне это расследование проходит сложно что говорить о межнациональном ну да и все случаи разные наверняка да тут нельзя сказать что вот должны уложиться в 48 если выложились в 50 это вы уже опоздали все у вас совсем плохо хотя с другой стороны конечно тема важная расследование очень важно провести оперативно потом наверное сложно найти концы на самом деле вот такая тема с универсалистским подходом к праву на частную жизнь и к праву на защиту персональных данных вообще реальный такой подход и формирует ли он доверие как-то способствует этому вообще ну как мне видится с учетом каких-то там наработанных научных концепций с учетом ознакомления с ними мне кажется он скорее не вызывает доверия по сути он пришел к нам из сферы прав человека да когда в 20 веке стали говорить о том что вот права человека они универсальны везде вот единственное чем они там могут отличаться это средством обеспечения да но на самом деле они как бы везде по своей сути одинаковы скорее если разделять культурологический подход то вряд ли права человека везде одинаковые ну то есть если взять какое-нибудь племя да для них право на частную жизнь даже скорее всего не существует есть племена да которые там не знаю всем племенем вместе ночуют в пещере и для них это нормально потому что у них на самом деле культурная вот эта тесность отношений обоснована может быть она обоснована даже какими-то религиозными соображениями да какими-то традиционными воззрениями и для них что такое право на частную жизнь это не не совсем понятно вот но наверное европейскому человеку с европейским складом мышления это более понятно но и тут да возникают вопросы наполнения этого права и поэтому скорее универсалистский подход он может использоваться каким-нибудь не знаю национальным субъектом для того чтобы расширить свое толкование этого права на другие государства на другие нации вот поэтому тут мне кажется настала такая эпоха опять же связанная с укреплением цифровых суверенитетов когда универсализм в общем-то может к сожалению использоваться как инструмент да насаждение в том числе какой-то идеологии поэтому скорее нет вот хотя сама по себе идея очень красивая да ну то есть у всех у всех мы люди у всех есть права человека у всех есть право на частную жизнь вот и действительно если прийти с таким посылом к какому-то государству и сказать вот все это красиво описать тогда они могут и разделить эту идею но попахивают колонизаторством вот и попахивает опять же герминофтическим насилием очень интересный термин который мы со Стасей уже обсуждали по сути такая ситуация когда один субъект права не важно кто это это человек это организация это целое государство когда субъект права не может отказаться от навязываемых ему условий потому что он в том числе как бы и получает пользу мнимую пользу от этих условий но на самом деле теряет он в результате гораздо больше чем ему рисуют зато все поддается под красивым вкусным соусом да и тут наверное снова возвращаемся к истории к истории про правовую культуру и цифровую грамотность что нужно на самом деле теперь быть подкованным не только в своей какой-то узкой сфере а уже знать чуть-чуть больше такой междисциплинарный подход приветствуется ну вот кстати говоря возвращаясь тоже к этой теме ну Алена преподаватель вот и еще вот моментик такой с преподаванием вот цифровой там правовой грамотности студентам мы уже поняли да что есть прямое влияние на наверное сферу защиты персональных данных ну потому что опять же у нас растет культурная составляющая а в целом есть какое-то влияние такого преподавания на рынок профессионалов в сфере защиты персональных данных ну то есть обратная история не то что мы учим всех а вот именно сфокусируясь на специалистов в сфере ИБ на самом деле каждый год в каждом потоке студентов находятся те два-три человека из группы которым становится интерес цифровое право и в частности персональные данные вроде такая небольшая статистика не факт что они обязательно служат свою жизнь именно с этим но факт что интерес четко статистически отслеживается и наверное повышается с каждым годом это да можно сказать что способствует росту профессионалов в этой сфере такое явление как студенческие рабочие группы вот пару лет назад в высшей школе экономики нам был дан грант на такую студенческую исследовательскую группу и группа создавалась под конкретную цель это исследование приватности на цифровых платформах соответственно после работы этой группы когда мы провели конференцию когда мы закрыли ее функционирование три человека из пяти пошли работать именно в область защиты персональных данных один человек пошел в Сбер другой засекреченную техническую компанию не хочу чтобы озвучилось название ну понятно и третий человек пошел стажером в эту же область у всех складывается свой путь именно в этой стезе все довольны и поэтому обучение как бы акцент на этой тематике в процессе глобального обучения в области права он все-таки дает плоды люди действительно заинтересовываются идут в обеспечение информационной безопасности в частности перст данных поэтому да спрос на уровне студентов растет спрос на рынке есть в общем спросы сошлись история хорошая взаимовыгодная для всех сторон если говорить комплексно про профессионалов этой области то у нас начала развиваться сертификация в Российской Федерации но сертификация специалистов не на государственном уровне а среди некоммерческих организаций и коммерческих организаций они предлагают свои услуги по обучению специалистов и по выдаче сертификатов это пока что такая скажем начальная история обязательность сертификации может быть со временем органы власти заинтересуются в том чтобы аттестовывать специалистов в этой области и эта тема станет более контролируемой потому что в том же Европейском Союзе сертификация бывает обязательной в некоторых государствах ЕС именно органы власти по персданам они осуществляют эту сертификацию допускают к работе лиц ответственных за организацию безопасности обработки персональных данных в компаниях только при наличии документика насколько это важно сейчас государственное регулирование обучение и выдача сертификатов спорный вопрос потому что рынок и так очень сильно развивается люди приходят в эту отрасль и наверное сейчас пока что достаточно каких-то повышений квалификации предподготовок и коммерческих некоммерческих сертификатов вот а дальше посмотрим если законодательство будет ужесточаться если техническая часть станет превалирующей в этой области тогда наверное нужно будет обучать на госуровне ну я вообще обратила внимание в лекции одной из лекций которая была на специальном курсе про кибер угрозы будущего отдельно подчеркивался момент нехватки кадров в области информационной безопасности если мы еще и будем их всех аттестовывать и максимально им усложнять жизнь мне кажется это тоже ну пусть там маленький шажок но который будет каким-то образом отталкивать этот путь и так сложный а тут еще и будет обор как медработник проходи какую-то аттестацию сертификацию раз в какое-то время это может быть немножко наверное оттолкнуть мне это кажется я предполагаю только ну смотри тут тоже я с тобой согласна в той части что нельзя пугать людей да излишней нагруженностью регуляторной в этой области информационной безопасности потому что специалисты нужны рынок их требует но когда мы сталкиваемся с вопросом ответственности административной уголовной да а если не юридической то ответственности перед компанией и в целом перед государством в области обеспечения здесь уже встает довольно жесткий вопрос вот этого обучения и сейчас если говорить про чисто про персональные данные для ДПО вот этих лиц соответственно за организацию обработки данных в компании для них нет требований по образованию а вот например для лиц которые являются заместительными генеральных директоров по информационной безопасности в крупных компаниях КИИ ЗОКИ системообразующих вот для таких лиц обязательно обучение в количестве не менее 360 часов переподготовка в области информационной безопасности но это обусловлено очень высокой ответственностью в отрасли и повышенной повышенным риском утечек данных из этих компаний потому что такие утечки они могут нанести ущерб интересам не только человека общества но и государства поэтому там где повышенная ответственность там наверное и обоснованы повышенные требования к образованию к переподготовкам поэтому вопрос времени как будут развиваться персональные данные да будет ли бум их обработки дальше если да тогда наверное и ответственность здесь повысится да кстати я забыла что у нас не все предприятия одинаковые да есть какие-то критические инфраструктуры и конечно да там требования правда выше но вообще сейчас наверное выглядит так как будто бы в каждом практически там компании предприятия должны быть свои специалисты в области информационной безопасности и обработки и защиты персональных данных потому что как мы сегодня уже говорили да у нас данные они везде да и они обрабатываются в разной степени в интересах в первую очередь и работников да и каких там клиентов если мы говорим ну тут нужно тоже разделять этот момент ну да в общем спасибо большое теперь поняла да и правда ответственность нужно учитывать Алена большое спасибо что нашла время на это интервью мне кажется получилось отлично я уверена что ты можешь очень долго еще рассказывать про тематику и все подводные камни которые случаются и кейсы ну я думаю что для такого нашего небольшого концентрированного спецвыпуска будет вполне хорошо дорогие слушатели подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас площадке и конечно подписывайтесь на телеграм-канал управления интернетом до новых субтитры